привет надеюсь большинство знает что displacement начиная с 5 версии убрали но есть радостная новость в 5.2 его вернули как говорится долго не пришлось ждать смотрите чтобы нам это все добавить сначала мы добавим элемент на котором будем смотреть пусть это у нас будет какой-то угол в данном случае я его подготовил так материал мы не создаем нам он не нужен и вот так вот поставим чтобы мы могли смотреть здесь у нас две плоскости это и это то есть буквально 4 треугольника на этих двух плоскостях заходим в этот мышь если смотреть варфрейм да мы видим вот они 4 треугольничка получается вот этот 1 2 ну и здесь вот 3 и 4 теперь здесь у нас есть на нет settings да ставим галочку на нет саппорт в данном случае дисплейсмент будет работать с нанитами добавляем сюда элемент displacement maps как раз таки мы должны сюда подавать нашу карту но у нас материал еще нету давайте поставим какой-нибудь материал забросим сюда возьмем мы его допустим из квиксель-бридж так открываем surface берем какой-нибудь брик и давайте выберем ну вот такую вот потрепанную текстуру так скажем материал стены выбираем качество которое мы должны скачать пусть это хай-квалити будет нажимаем download сейчас он пока скачается и мы продолжим материал скачался теперь его нужно добавить в движок нажимаем кнопочку add и он создает папочку megascans surface и естественно папочку с самим материалом давайте закидим сюда эту текстуру этот материал если мы будем смотреть здесь есть такие небольшие как бы вмятины но это от нормаль здесь только лишь нормальными вот так это все обыгрывается теперь мы будем настраивать на наш получается на наша модель еще и вдавливание включаем галочку и ней был на нет саппорт далее мы уже ищем displacement maps и вот сюда мы добавляем необходимые текстуру наш displacement но чтобы вытащить его вот из этой текстуры а это у нас карта орд то есть красный это у нас окклюзия далее у нас G это у нас шероховатость идет красная окклюзия G шероховатость и B это у нас как раз таки displacement теперь нам нужно вот эту синюю синий канал вытащить как я это делаю я обычно просто беру нажимаю право клавишей asset action далее делаю экспорт выбирая папочку куда мне необходимо сбросить это у нас будет в эту же папочку я сброшу единственная проблема что у нас bridge он сейчас строен в движок и единственное что он экспортирует это у нас файлы xr да их сложнее редактировать чем допустим jpeg который он ранее выдавал но теперь мы открываем этот файл который мы экспортировали да в данном случае я открываю его с помощью фотошопа он всегда пригождается тем более в разработке и здесь есть у нас каналы если я отключу красный и зеленый как раз таки получится карта displacement отсюда ее прям сохранить не получается я делаю небольшую хитрость возможно неправильно но она для меня работает мне это подходит делаю изображение коррекция цветовой тон насыщенность далее выкручиваю насыщенность на минус 100 делаю окей и применяю еще коррекцию по яркости контрастности контрастность я выкручиваю плюс 100 но в некоторых местах вот можно даже подкрутить чуть-чуть яркость если вам есть необходимость какая-то да ну для данное изображение вы просто сравнивайте что у вас было на синим как говорится в голове и вот сами настраивайте чуть-чуть здесь я вижу что вот так мне подойдет нажимаю ok и вот этот вот эту текстуру я сохраню как displacement текстуру можно сохранить как копия можно сохранить как просто пусть это диск поисмент так она будет называться нажимаем сохранить и и теперь в движке я экспортирую эту текстуру выбираю ее открываю вот она у нас появляется теперь нам необходимо ее назначить displacement maps нажимаем сюда но у нас ничего не происходит естественно потому что не настроено ничего чтобы это все настроить у нас есть магнитуд и и мы как раз таки будем выкручивать давайте выставим какой-нибудь может быть небольшое может большое назначение здесь уже зависит от текстуры это у нас пусть будет 10 и нажав применить у нас ничего не изменится вот здесь у нас применение и печень для того чтобы это коррект не отработала нам trim relative error надо немножко подкорректировать поставим ее значение 0,05 нажимаем apple и change и здесь вот как раз таки идет переформирование да ну в принципе уже более-менее симпатично то есть смотрите то что мы выставляем вот эту магнитуд 10 да здесь текстуры могут немножечко поплыть так что их вот это значение особо сильно не выкручиваем здесь уже будете регулировать как вам необходимо но еще и зависит от той текстуры которую мы как раз таки вытащили да то есть если здесь как-то мы ее чуть-чуть изменим она может в движке уже по-другому немножко сработать может быть я ее перекрутил слишком ярко сделал либо наоборот контрастный также регулировав эти значения давайте поставим магнитуд 5 здесь мы выставим 01 тоже можно подрегулировать да то есть какие вам необходимые значения здесь слишком слишком плоская она стала уже так давайте выкручиваем еще немножко магнитуд давайте 15 сделаем чтобы был у нас как-то более видно это все так вот здесь прямо очень хорошо видно вот эти выбоины но если мы сейчас посмотрим на сетку варфрейм до переключимся и здесь у нас вот такая вот ситуация будет это у нас как раз таки на не то вы треугольнички если мы будем смотреть ее уже здесь до нашем мире включим с лид на на нет визуализации пас покажем 3 и треугольники тренгу вас это вот как раз таки на нитовые треугольнички и вот они формируют вот эту сеточку если мы выключим иной был на ней саппорт но естественно здесь это все пропадет если вам давайте еще посмотрим кстати здесь есть кип triangle percent здесь мы можете эти треугольнички редактировать они могут быть либо какие-то другие значения до побольше поменьше здесь уже на вот этими значениями можете поиграться здесь я слишком выкрутил trim relative year и у меня естественно все сломалось давайте снова поставим 0,05 то есть зависимости от текстуры это все по-разному настраивается то есть я сейчас вот 0,05 поставил да и у нас треугольнички меньше здесь надо обыграть в некоторых значениях чтобы и треугольники не были слишком маленькие не было большого количества как 216 тысяч треугольников да нанитовых но и не слишком маленькие вот как здесь сейчас появилась но как говорится они вроде бы и есть такие в бойны да но здесь тоже надо подкорректировать если мы будем смотреть варфрейм снова да и здесь я уменьшил давайте поставим 100 иногда треугольнички увеличивать но в основном вот это значение нужно редактировать сейчас как вы видите да вроде бы я уменьшил вот эти значения но естественно он нам не особо показывает вот сейчас начал более-менее показывать естественно мы сейчас увидим более-менее хорошо вот такую бы даже модель я бы уже оставил то есть снаружи она окажется уже естественно такой вдавленной но смотрите на углах у нас будут проблемы естественно к угловым моделям я бы не стал применять вот это displacement карту потому что либо надо углы вот как-то закрывать здесь у меня две плоскости они просто соединяются вот в этом месте и вот здесь как раз таки все плывет потому что и сюда треугольнички растягиваются в эту сторону и в эту сторону растягивается и вот это все поплыло также кстати можно применить свою сетку то есть если вы не хотите использовать карту текстур да вы можете удалить здесь есть вкладочка кнопочка импорт естественно импорт у нас формируется из модели то есть если вот это наша модель это две плоскости если вы еще дополнительно создадите другую модель уже с какими-то элементами да вот я уже создал вот такую вот сеточку примерно как-то их выгнул нажимаю также экспорт и так далее добавление делаю сюда у меня уже подготовленный этот файл я этот файл вот он уже добавил и как видите да моя сеточка она уже здесь появилась здесь просто можете выполнять личную да так скажем действие сеточки то есть если то вам не особо понравилось это вам можете зайти допустим но треугольнички наш это на нет и вы да также сохраняется как видите да вот это вот это все у нас на нет и в их треугольничках в общем на этом я думаю все если какие то есть вопросы пишите в комментариях если что проект с этим демонстрированием будет ссылки в описании ссылки на бусти а на этом все всем спасибо и пока